михаил да стаса как просто просится на стрим хорошо смотрите мы с вами друзья мы сидим с вами например выпиваем я поставил чашечку с цианистым калием с водой в которой цианистый калий вы спрашиваете меня можно ли оттуда попить я говорю да попей вы пьете и умираете нужно ли меня за это судить это же просто слова стас ну ты хочешь про философию мы можем конечно поговорить про фирософии говорится слова это просто слова доведение до суеции не просто слова и цианисты калий это не слова понимаешь кто-то наливает это был что он там лежит убийство не важно убийство по неосторожности это не слова вот видишь ты сам себе объяснил эту ситуацию молодец не сможем нее ведать между нами человек нужно судить за убийство плани осторожности человека нужно судить за то что натравил человека они за слова вот у сам сам своем смориала то есть если я вам сказал выпейте вот эту вот воду и вы выпили и умерли это нормально а если человек спел о том что нужно кого-то убивать что это но это я друга да совершенно верно потому что когда ты когда ты Когда ты травишь человека оценятым кайлием, ты совершаешь поступки, ты совершаешь преступления. Когда ты исполняешь песню, ты преступления не совершаешь. Ну что же может быть-то проще, а? Я понял. И есть какие-то государства, которые не репрессируют за слова, да? То есть у нас есть страны, в которых можно петь абсолютно любые песни? Или это прекрасная либертарянская Россия будущего, в которой это можно будет делать? Страны, в которых по поводу песен как раз такие страны и есть, но даже если бы их не было, это было бы совершенно неинтересно, потому что я хочу, чтобы русских людей за слова не сажали. чтобы в россии в россии соблюдал свободы слова но конкретно ответить за песни за песни нигде не сажать вы глава государства давайте я пою песню е 50 тысяч рублей тому кто убьет михаила светова е-е-е плачу за это не про меня про меня такие песни писались уже вы я как-то пока не выдавал не поняла кто-то завуалировав петь и песни это дает создает прецедент что можно абсолютно что угодно зарифмовать любой призыв то есть вы одобряете ситуацию с и драком да когда кто-то ну предложил деньги за его избиения с и драком мир залезы ну короче неважно слушай но ты какие-то вообще ошибки нет это не слова это заказ это договор оферты ты понимаешь ради между договором оферты и словами вещи не связаны между собой договор оферты заказ вы видели этот договор они его как-то подписали только договор оферты понимаешь что вы не подписывают договор оферты это объявление о том что делаете об случится бета в магазин когда заходишь до отношения договора оферты ты ничего там не подписываешь ты берешь его деньги когда при этом я тоже самое пою в песне убейте михаила светово вы говорите что в этом ничего такого нет и это как бы я понял михаил это вот конституция соединен в конституции соединенных штатах конкретный соединенных штатах есть конкретный пункт относительно свободы слова и того как она интерпретируется в контексте культурных культурных продуктов до по пародий и музыкальных исполнений я думаю ему тоже будет очень интересно посчитать а зачем что это за вот ибо аутизм такой я не понимаю я осуждаю то что следит ассанж я про санжи говорю на каждом втором эфире что ассанж вообще американский там навальный то что про него все забыли это пиздец какое моральное банкротство всех этих эфир ты не на тот эфир попал понимаешь чтобы телегу загонять речь идет о том что в россии русских людей русских людей сажают за то что они понимают 10 лет назад 10 лет назад исполнили песню на дурном вкусе понимаешь это что я говорю вам о прецеденте а такой вещи как свободы слова то что хованского держит я тоже считаю беспределом потому что тогда такой статьи не было и все это другой вопрос мы же с вами в этой в области пояснение моего тезиса вы начали про свободу слова только почему-то одни и те же вещи и ты сядешь за распространение экстремистских материалов тебя это не волнует не боишься твою жопу маш я не сяду потому что и миссов с до заработали посадить тебя потому что мы мы маска посадим удачи расскажи пожалуйста и ты его озвучила на аудиторий нескольких тысяч человек ну допустим я понял ну ладно гражданские за что-то меня посадишь расскажи мне мы мы впервые создадим прецедент мы тебя посадим за серьгу в носу мы тебя прям за эту серьгу вот так вот возьмем и поведем в тюрьму можно последнее что я тебе скажу пожалуйста консервную карьеру и поедешь привези мне плакатик один вопрос я отвечу на 10 вопросов ты мне только ответь на один ты опубликовала твит ты опубликовала твит который я сейчас дословно зацитирую это был ретвит от одной девушки и собственно говоря я зачитаю просто чтобы не быть голос блять айфон ебучий не могу попасть по норму вот кому-то неплохо голословный ты или нет кому текста слушает ну да пожалуйста не воспринимайте этого человека всерьез никогда стас ай как просто наебать далее у нас идет но это ретвит то есть твой комментарий мол этот хуй рассказывай лол перед видишь вот этот вот точнее ретвити ждать этот вид мол этот хуесос рекламировал мою старую контору с палеными телефонами учила нет принципов только бабки название конторы плиз цифрус он до сих пор их рекламе ну чё сказать хуесос он и есть хуесос можно узнать пожалуйста ну что это за девушка откуда вы узнаете но это моя подруга тебе контакты и нужны ли что конкретно пробить я с ней уже связался она сказала что это было написано просто со злобой и с цифрусом она работала просто оператором и никаких паленых я не слышу такого если он это подтвердит я поверю хорошо на тебя информацию публично за клевету мария если она это подъявляет на виду что я ретвитнула информацию не проверив а если я ретвитнула вашим домашним адресом это будет как бы считаться владею михаил как это подходит под определение свободы слова очень и очень прекрасно подходит потому что мы только что столкнулся я только что с этим столкнулся мужское государство позняков а только что натравил свою араву писать на меня донос и опубликовал мой адрес у меня есть претензии к каждому человеку который написал донос потому что это заказчики государственного преступления и абсолютно нет претензий относить того что публикуется мой адрес мой адрес публиковался уже неоднократно собственного и что я имею как это либертарианская этика как этому относятся нормально вообще то есть на это подходит под определение свободы слова они же но я просто опубликую адрес матузный допустим и все я конечно же этого не буду делать убер маргинал уже строчит сообщение может быть паблик чтобы меня как бы давай 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 очень и очень 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 простой разделение ты можешь совершить как про то что меня судили за мема это и по-твоему смешно тебе правда кажется что государственный произволка чек суть за мем смешно слушай ну ты гандон стас конченый просто просто в каждый момент что тысячи ты просто репостишь мемы учитывая подруга ты меня обсирала там ты меня как только не называла 10000 твитов про меня я просто репостишь мемы пришел ко мне в твиттер этих твитов стал весь разборщить обоссали со всех сторон и ты убежал как девочка маленькая зачем ты меня пришел меня обоссывают на каждом стриме я здесь для того чтобы подчеркивать ваше интеллектуальное превосходство ну почему тебя так сейчас происходит только ты к пришел ко мне в твиттер как обиженный и тебе все напихали хуёв за обещали ты уж но очевидно я пришел для того чтобы меня и обоссали а ты потом сделала про это мем ну типа блять я ребят ребят ладно ну серьезно разговор неконструктивный стаса можно объяснить зачем ты пытаешься вот стереть вот эту разницу да грань между тем что а ты можешь совершить поступок за которые тебя будут ругать в интернете да и ты можешь совершить преступления то есть либо написать донос либо совершить агрессивное насилие вот это вещи абсолютно разные и михаил простит и можешь совершить преступления написать донос или вы неправильно выразились донос это через запятую было это донос это разумеется преступление конечно донос преступления конечно донос донос по некре по статье господи прошу прощения донос по статье которая наказывает за слова в частности более у вас какая-то зыбкая логика она очень странно рвает она не очень она не очень зыбка михаил ну вот мои слова вы спрашиваете можно ли попить эту воду а у меня там циа не стыкали я говорю пейте пить а ты человек здесь играние она настолько конкретно сколько может быть меня не слова отравили а циа не стыкали которых наверно она налил в стакан что проще вот мысль так сложно заходит потому что все ваши зыбкие логические вот эти вот суждения вроде бы очевидные они всегда рассматривают частный случай и и мы очень легко манипулировать всегда можно подстроить абсолютно так как будто бы ты не виноват как будто бы все совершенно нормально потому что мне ну мне это не нравится что тебе лишь я крючок или каждый пример который сейчас привел он просто развалился на так собственных глазах и про и деградант я его открытую признаю всегда что я тупой можете вы быть снисходитель не объяснить мне а то я не знаю разница между разницу между поступками словами тебе объяснить очень просто папа слова или вы или что манка просто слова слова ну вот подожди подожди как я какие вопросы справился сделай об этом мемаш пожалуйста очень смешной мем будет я с томиком майн камп очень много мимов уже приду слава богу какая разница с коммунистической советской литературой можно сфоткать а то же самое да не что ну и что просто говорю что разница между совком и нацистской германии не было по факту да конечно не было если не было только в нацистской германии тебя в убили знаешь понять унтермен знакомых я уже давал убер маргиналу минуту славы она уже заканчивается тысячи зрителей на стриме я конечно понимаю что он сейчас ищет где бы вставить свою словечко но я думаю тебе лучше своей подруге 14-летней написать и пообщаться с ней на эту тему я хочу с умным человеком вибори не надо так все все давайте пусть задать вопрос мне стасом михаил мяком один вопрос секс с несовершеннолетний до 16 лет вы считаете это ну в свободном либертарианстве будущего это будет я считаю что в обществе в котором живут здоровые люди этого быть не должны тактип на любите нет я за абсолютно я понял просто ебанат на стрим цветом спросить про секс несовершеннолетними ты реально ебанат у меня один вопрос тогда кубер маргиналу я наверно могу отчаливать ты поддерживаешь я видел ты оказываешь ему медийную поддержку да да а можно пожалуйста узнать сколько ты задонатил ему денег нисколько вы задонатили денег юрина адвоката я донатил михаил молодец мария полагаю что задавать неработающей девушке такой ужасный вопрос как мы написали мне это за ты-то задонатил стас ты-то задонатил санта но я таких вещах не распространяюсь но как бы ну да в первый же день и моргенштерну я написал просто не расфорсил но я знал что у нас органы работают хорошо пришел к месту что твой голосовой неправильно интерпретировал якобы мы говорим что у нас органы правопорядка который работает правильно и не стали пиздить деньги ты говорил такое ну конкретно в такой формулировки нет не говорил хорошо что смысл такой был ты говорил подобного рода вещи в своем том голосовом был в том что именно это плохо нет не говорил это я говорил что по поводу 600 тысяч шумиху сми и поддерживал юрина вот эти вот как бы поддерживал юру в принципе деньги во время обыска в этом уверена скажите как бы да говорю я понимаю мемное мышление михаила рассудить кто сейчас говорит просто дайте каждому по минуте матузной не путай с сексом так ладно очень низкий уровень дискуссии это реально нужно прерывать это просто маргинал да не придет к тебе аудитория посмотри ты уже в камеру еле влазишь раньше ты смешно качался на стуле я считаю вот справедливости ради хованскому нахуй не нужны адвокаты больше пабликов до 1 донатить на адвокатов больше пабликов создайте обязательно пишите в комментариях хованский на свободу хова но не донать и денег на 2 к согласию я считаю хованскому нужно больше друзей таких как на жалях на гидринику дают да ты вот говоришь ты задавайте он адвоката что был найден ты сказал сейчас 10 назад что ты в первый день затратил ему на адвоката ну в первый день какой стал известно обо всем об этом да да обуза адвокат как умреть работал то что мы нашли адвокат этот город правозащитной организации это нихуя да может просто помолчишь уже просто стас внутри отслушать просто противно и справедливо сегодня же блять создам паблик больше не буду донатить создам паблик то есть больше так ты больше не донатил только в первый день когда надо будет пишите будем донатить еще постепенному ко мне не писали никто по этому вопросу я с друзьями юры пристально но с нашими общими друзьями пристально общаюсь вопрос вопрос в другом я говорил что шумиху по поводу 600000 моё моя точка зрения если тебе сказали слушай такой расклад ты там про 60 про 600 тысяч бучу подняла давай-ка ты замолчишь и тогда юра отпустит как я понял эту ситуацию в этом говорил я бы на месте юры или юрины девушки маши замечательный я бы просто молчал отозвал бы все и сидел в тряпочку потому что так хотя бы но есть надежда тезисы который придумывает матузное но слушайте но если я скажу одно есть она померещится другое но человек определенное но там под одеялом сидит наверно в палате в своей ну что и объяснить ну как и чё-то доказать я думаю я думаю это просто слова не этот не перестает быть хамстом я не предлагаю посадить как просто за зато хамство которое он транслирует я предлагаю определить остаться как просто как хама и перестать на этой почве общаться как бы знаете онлайн то тогда или вы как бы за идею онлайн ты сейчас получше вроде чем до этого был на полную катушку вы же мне так звали на стрим и вот и пришел и выбрать их я тебя звала дебаты стаса не на стрим на стриме тебя не развал но зачем же это по таким вещам личку пересылаю сообщение давай я извинюсь я это мог забыть я не прошу хорошо но я помню что это звал на дебаты не помню чтобы тебя забыть тоже звали и на стрим звали буквально дайте мне секунду перешла я ошибаюсь но это так сейчас секунд давай пересылаю вам бак уже сообщение михаил надеюсь вы достаточно стиль не признать свою ошибку это к этому эфиру тебя по позвали потому что сказали что 11 1 4 октября перейдите привет я редактор вам скриншоте дали ваш контакт мне дали ваш контакт как стаса и как просто тебе пишет влад кульчицкий сегодня до сегодняшнего дата ты мне муж не то прислал сейчас секунду давай ты мне просто не то прислал прямо слышь но 11 октября дайте я сейчас фотку я просто не могу вам прислать чтобы там дата прям видно было я просто все в октябре я давай 11 октября посылай ну вот это это же сообщение 11 октября меня пригласили а блять сегодня же 11 октября ну видите михаил вы меня смотри я признаю вот-вот-вот потрясаю вот и поговорили ладно а нет не писал ну ладно у меня смели готовы признать свою ошибку да да я всегда готов признать ошибку я думаю разговор реально не конструктивный спасибо большое шел на эфир я думаю что позволить окачивать да все всего хорошего до свидания до свидания до хорошей ночи закончилась ничего не могу сказать да но дорогие как там мои маленькие друзья любители экстремизма очень хороший пример того как не стоит общаться и в рамках назидания в рамках урока повторю еще тезис который сегодня скоро повторяться мы сейчас еще раз меморию попытаемся вернуть разговор в назидание еще один тезис тот с которым начался учиться отличать слова от поступков учитесь отличать личные отношения вот от государственного преследования это абсолютно разные вещи и те вещи которые мы и те вещи которые мы позволяем себе писать в твиттере относить людей как который нам не симпатичны абсолютно не означает что мы считаем возможным и справедливым этих людей сажать или преследовать с помощью государственных репрессивных инструментов из этого абсолютно из этого не следует вот это принципиально для понимания для цивилизованного человека вещь если вы этого не понимаете значит вы варвар вы ровно то что является проблемой нашей стране к сожалению и я не знаю зачем в чем смысл был вот это вот перформанса который стас попытался устроить на эфире сегодня но мне кажется довольно неплохо этот тезис про продемонстрировал потому что желание и готовность отличать слова от поступков но у него полностью отсутствует а это приводит к вот всем тем последствиям которые мы наблюдаем Продолжение следует...